Первое, что бросается в глаза в новом музее, то с какой любовью подобраны экспонаты. С любовью не только к нашей военной истории, но и к нашему прошлому в целом. Практически все выставленные образцы найдены самими поисковиками. К сожалению, многое не попало на стенды. В небольшом помещении просто не хватило места. Серьезную помощь в создании музея поисковому отряду «Победа» оказал Национальный фонд поддержки социальных инициатив «Содействие», возглавляемый нашим земляком, предпринимателем и меценатом Вячеславом Киреевым. Когда-то говорили, ну и, наверное, сейчас это правильно, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Работа Сергея Николаевича с его коллегами, с его друзьями, соратниками, бойцами, конечно, она неоценима. Потому что каждый вот такой экспонат, и я уверен, что в этом музее не все собрано, это лишнее подтверждение, чего стоила победа в этой Великой Отечественной войне. Сегодня в победе уже внуки и правнуки солдат Великой Отечественной. Сам отряд был создан в 2001 году, но поисковая работа для его бессменного лидера, ветерана-афганца Сергея Щербинина, началась намного раньше. Уже скоро 30 лет, как поехал я на охоту под Питер, под Ленинград. Никакую экспедицию, понятия не имел, что могут быть солдаты непохороненные. Когда вот увидел, просто сверху лежали, ну, как грибы, наверное, черепа, везде. Мы их собирали, собирали, собрали, там, порядка, 1700 человек, похоронили их. Это за три года. Не умели ни копать, ничего. Потом пошло массовое поисковое движение. Мы собирали сначала по лесам, потом начали копать, углубились. То есть, вроде как, всех похоронили, вроде кончилось все, вышли в поля. Как раз перестройка дело свое сделала, стали умирать колхозы, поля стали зарастать. Мы на эти поля вышли после лесов. Оказывается, в полях тоже солдаты непохоронены. Затем начала появляться новая техника для поиска. Новая информация о местах боев и захоронений. Работы хватает и сегодня. В прошлом году отряд поднял 136 бойцов, в этом 188. За все время более 4000 человек. Символическое вручение музею и одноименному отряду копии знамени Победы. Обязательный ритуал с красной ленточкой и открытие памятной доски с фамилиями меценатов из Красноярска, Самары, Иркутска, Нефтьюганска, объединенных фондом содействия. В благодарность от поисковиков грамоты и копии патронов от знаменитой трехлинейной винтовки. Насколько я знаю, вы копаете в районе Ржева. Там немножко дальше есть Нелидово, еще дальше есть деревня Дуброво. Во время войны там были военно-полевые госпитали. В одном из этих госпиталей умер мой дядя. Ему был всего 21 год. Он был военврач третьего ранга. И был начальником медицинской службы 154-й отдельной танковой бригады. Ну, заболел ТИФом, его не стало. По нашим меркам мальчишка. 21 год. Тем не менее. Мы прекрасно помним, что невозможно найти семью, которая бы не потеряла хотя бы одного человека. В благодарность за нелегкий, но необходимый труд награды фонда поисковикам вручает Вячеслав Киреев. Главную – Орден Служения Отечеству второй степени – получает Сергей Щербинин. Среди награжденных – активный участник отряда, оператор Одинцовского телевидения Евгений Муравлев. Это святая работа. Их называют волонтеры. На мой взгляд, это бойцы сегодняшнего времени. Те, которые честно, добросовестно, на благо своей страны, в память своих предков, во славу Великой Отечественной войны, которая освободила весь мир, занимаются этой работой. Нас учили когда-то в детстве, я считаю, что до сих пор так оно и есть, что тот, кто не помнит своей истории, у того нет будущего. Вот на мой взгляд, и иногда смотрю на сегодняшние события, на мой взгляд, что появляются такие люди, которые не помнят своего будущего. Поисковые экспедиции 2015 года окончены. Впереди у отряда «Победа» зимние месяцы для анализа их итогов и архивной работы. В апреле 2016-го опять в поле. Новый музей теперь уже ждет новых экспонатов. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».